Это новенькая BMW M4 GTS 2017 года, одна из всего 300 в США, а это обычная BMW M4. Эта тачка стоит 135 тысяч долларов, а это около 70 тысяч долларов, и это значит, что M4 GTS в два раза дороже обычной M4. Так стоит ли она этих денег? Сегодня я это выясню. Интересуют цены на M4? Заходи на автору, там на данный момент есть 32 предложения с ценниками от 3 миллионов за обычную M4 и 17 миллионов за M4 GTS. Ссылка есть в описании. Я одолжил эту M4 GTS у зрителя и большого автолюбителя по имени Дэвид, который управляет автосалоном здесь, в пригороде Филадельфии, под названием Automobile Limited. Эта машина часть личной коллекции Дэвида, и он только ее купил, и ему повезло ее купить, потому что было выпущено всего 700 экземпляров GTS на весь мир. И эта машина уже начала вызывать споры. Часть из них создает удвоение ценника обычной M4, но эта машина также известна за свою жесткую езду, низкий клиренс и новую систему впрыска воды в багажнике, которая была безжалостно высмеена Джереми Кларксоном и Гранд Туром. Поэтому мое восприятие M4 GTS изначально было уже немного негативное. Но вот что я выяснил. Эта странная система впрыска воды позволяет M4 GTS производить больше мощности, чем обычной M4. Намного больше мощности. У этой машины 493 лошадиные силы, что на 70 больше, чем у обычной M4. И 600 ньютон-метров крутящего момента, что на дополнительные 54 ньютон-метра больше, чем у обычной M4. Да, конечно, вам нужно доливать воду каждые 2500 километров, но кого это волнует? Я бы убил за то, чтобы получить дополнительные 70 лошадей, 54 ньютон-метра из любой машины, что я водил, просто заправляя ее водичкой каждые пару недель. Также есть и облегчение веса и стайлинг. Над этой машиной смеялись из-за ее огромного заднего антикрыла и ультра-низкого клиренса спереди. И у нее эти неудобные спортивные сидения. Но разве мы не аплодируем Порше, когда они делают все то же самое? Плюс кажется, что это сработало. Эта машина на 24 секунды быстрее на Нюрнбург-Ринге, чем обычная M4. Она такая же быстрая, как Порше Carrera GT. Эта машина разгоняется с нуля до сотни за 3,9 секунды. M4 GTS это серьезная машина. Ну и, конечно же, у нее есть множество интересных фишек и крутых особенностей. Ну, конечно же, одной из самых обсуждаемых и любопытных фишек M4 GTS является установленная в багажнике водяная система. Вот как к ней подобраться. Откройте багажник, поднимите коврик снизу, и вот она. Вот сюда вы заливаете воду. Это не так уж и сложно, не так ли? Интересная вещь в этой системе, что когда вы закончили ездить на машине, вода сливается из трубок, чтобы она там не застаивалась и не корродировала их. Когда вы глушите M4 GTS, вы можете слышать, как вода циркулирует в системе. И это немного странно. Другая отличительная черта M4 GTS это то, что передний край очень низко. И BMW не облегчили вам жизнь, потому что они разместили огромный кусок дорогого углеволокна в самой передней и самой низкой части всей машины. Поэтому, когда вы ездите, вы всегда немного... Нет, вы будете сильно волноваться о том, что поцарапаете эту штуку, и вам придется платить за новенький карбоновый сплитер. И говоря о высоте, в отличие от почти любой другой BMW M-серии, здесь нет электронной кнопки в кабине, чтобы регулировать подвеску. Вместо этого в этой машине они дают вам маленький набор инструментов M4 GTS. Он находится в багажнике, откройте его, и вы обнаружите все инструменты, которые вам нужны для настройки подвески на треке. Некоторые люди любят насмехаться над M4 GTS из-за этого, и должны признать, что даже я нахожу набор инструментов некоторым ухищрением. Но помните, что аудитория этой машины это не какой-то там масс-маркет. Они не пытаются их продавать всем подряд, они сделают таких 700 штук для самых преданных автолюбителей. То, что здесь есть набор инструментов для использования на треке, это то, что на самом деле имеет смысл, когда вы подумаете о том, кто будет покупать эту машину. Далее несколько отличий во внешнем виде от стандартной M4. Не считая этого переднего сплиттера, здесь есть заднее антикрыло, которое выглядит действительно огроменным, немного неуместным на этой машине. Также здесь есть эти характерные колеса золотой расцветки. Я бы обошелся без заднего антикрыла, но колеса мне нравятся. M4 GTS также существенно облегчена по сравнению с обычной M4. BMW заявляет, что она приблизительно на 36 килограмм легче. Присмотритесь, и вы начнете это замечать повсюду. Например, тут ручная регулировка сидений в машине BMW за 135 тысяч долларов. У дверной панели специальная легкая обивка, без кармана, в которой можно было бы что-то положить. Странно, что тут осталась дверная ручка, но закрывать дверь вам нужно, потянув за эту текстильную петлю. В середине вы заметите пустые кнопки вместо климат-контроля и пустые кнопки вместо подогрева и охлаждения сидений. Этого тут больше нет. Еще больше пустых кнопок здесь, я даже не знаю, для чего они. Естественно, задние сидения также были сняты для экономии веса и заменены этим огромным золотым каркасом безопасности, чтобы он подходил под колеса. Золотой, как выяснилось, это как бы цвет этой машины. Например, здесь также есть золотые полоски сверху ролевого колеса, чтобы вы понимали, где у него центр. И еще тут есть этот золотой логотип ГТС с пассажирской стороны, который кажется уже немного перебором. У этой машины также один из самых необычных рычагов открытия капота, что я когда-либо видел. Он находится в водительском ножном колодце, как и все рычаги открытия капота. И это небольшой рычаг, который вы тянете, как обычно. Только вот в этой машине вам нужно потянуть его дважды, чтобы отпереть капот. Я думаю, что они действительно хотели, чтобы вы были уверены, что хотите увидеть, что там под этим капотом. Другие изящные штрихи включают спортивные сидения с развитой боковой поддержкой. Они такие спортивные и легкие, что у них аж дырки, в которые можно руки просунуть. А еще есть пушистая алькантара на многих поверхностях, включая боковые валики на сидениях, центральную консоль во всю длину, чехол парковочного тормоза, торпеда вокруг этого логотипа ГТС и маленькую дверную панель подлокотника. Мне также нравится ненавязчивое использование цветов BMW M-серии. Вот они на ремне безопасности, на этой текстильной петле, за которую вы закрываете дверь, а также они есть на внутренней стороне рулевого колеса. Итак, М4 ГТС быстрая и мощная, и на удивление богатая крутыми маленькими деталями и особенностями. Но как она едет? Ну, сейчас я это выясню. Если вас интересуют цены на М4 в России, то на автору они начинаются от 3 миллионов рублей, а версия ГТС будет стоить 17 миллионов. Ссылка есть в описании под этим видео. Ладно. Время пришло. Вводите М4 ГТС. Я нервничаю, потому что таких всего 300 на всю страну, и хочу ее портить. Ну, первое впечатление то, что езда просто невероятно жесткая. Я еду по парковке со скоростью 6 километров в час, и мне уже больно. Наверное, надо достать тот инструмент и подкрутить подвеску. Я нервничаю за передний сплиттер. Перед тем, как я уехал, владелец такой, «О, да, делай с ней все, что хочешь, но береги этот передний сплиттер». Он мне сказал, что заднее антикрыло стоит 6 тысяч, а передний сплиттер выглядит еще больше. Боже мой, что это был за звук? Вот это выхлоп. Такое приятное пушистое рулевое колесо Валикантарии. Я просто обожаю рули в Валикантарии. Она такая приятная. Она очевидно быстрая, но это звук, он изумительный. Еще мне кажется, что кузов очень жесткий. Ты не думаешь о том, что какая-то часть машины дергается или что-то такое, ты ее поворачиваешь и чувствуешь, что поворачиваешь всей машиной. Прямо вот так вот. Блин, переключение мгновенное. Абсолютно мгновенное. Жмете лепесток, и она просто моментально. Поднять, сбросить передачу, как хотите. Езда довольно суровая. К лучшему это или к худшему. Я имею в виду, знаете, если они хотели сделать потрясающе хорошую спортивную машину, им пришлось делать много всего с подвеской. Поэтому езда в этой машине, от нее больно. Мне нравится звук, мне нравится, как быстро переключается трансмиссия. Невероятно. Я понимаю, почему некоторым людям не нравится эта машина. Потому что у нее есть компромиссы для езды по обычным дорогам. Вы теряете задние сидения. Но преимущество в том, что эту машину очень захватывающе водить. И всегда кажется, что она готова к большему. Я всегда чувствую, что она работает на пределе. Также, если вы хотите упрекнуть эту машину, то я должен спросить, почему вы также не упрекаете GT3, GT3 RS. Там точно такая же ситуация. Эти машины также имеют компромиссы для возможности езды по дорогам, но их чрезвычайно захватывающе водить. И она похожа на точно такую машину. За одним исключением, эта машина кажется более крупной, чем GT3. И она не ощущается такой же поворотливой, как GT3. В этом сомнений нет. Чувствуется, что у тебя мотор побольше и больше веса. В конечном счете, М4 это базовая машина. Она никогда не сможет добраться до 911. Неважно, что с ней сделали. Это не та машина, которую я бы назвал плавная. Езда суровая. Даже на дорогах, где издание суровое в большинстве нормальных машин. BMW M2, которая мне нравится, стоит около 70 тысяч долларов. Лично мне хватило бы М2 за 70 тысяч. Я думаю, что большинство водителей не отказались бы от М2 и М4. Для 99% людей М2 и 340К и М4 вполне хватило бы. Это машина для людей, которые действительно хотят выйти на следующий уровень. У людей, которые будут покупать эту машину, уже есть такой опыт. И они хотят следующего уровня опыта. И она лучше тех машин на 10 десятых. Только на самом пределе вы можете понять, что все в этой машине немного быстрее. Рулится немного лучше. Тормоза немного более цепкие. Одна из самых тяжелых вещей в этой машине. Она такая дорогая, что задаешься вопросом, неужели она настолько лучше обычной М4, что чувствуешь, что ведешь совершенно другой автомобиль. И мне кажется, что в этом и суть. И дело не только в салоне, в котором не хватает некоторых вещей и функций. Вы это чувствуете? Куда бы вы ни посмотрели на дверные панели, вы можете почувствовать, что это не совсем обычная М4. Но еще этот звук и рулежка с управляемостью просто невероятные. Эта машина потрясающе четкая. И рулежка такая же точная, как в любой экзотической машине, что я водил. Что о многом говорит. Итак, это М4 ГТС. Она быстрая, она точная, она крутая. И, честно говоря, у нее превосходные характеристики. Стоит ли она 135 тысяч долларов вдвое дороже обычной М4? Честно говоря, для большинства водителей ответ, я думаю, вероятно будет нет. Но есть небольшая группа автолюбителей, которая оценит все небольшие дополнительные детали, которые дают этой машине удивительные характеристики сверхвозможностей обычной М4. В конечном счете, почему Порше должны получать монополию на весь этот рынок, мы даем вам меньше и просим за это больше во имя производительности. Перевод и озвучка от студии Экзосфера. Находишься в поиске сумасшедшего опыта вождения? Зацени вот это. Команда Дорожкина организует особые путешествия. Поездки по лучшим дорогам Европы на спортивных автомобилях. Это идеальный отдых для ценителей эксклюзивных автомобилей, уникальных дорог и неповторимых пейзажей природы. Это развлечение далеко не для всех, но если вы захотите познать настоящее удовольствие от вождения, то вам с ребятами по пути. Дорожкин.орг Ссылка есть в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok